Дай почитать. Переводчик собачьего Цезаря Милана. Уроки для вожака стаи. Собаки, которые изменили мою жизнь. А потом решилась и ни на секунду не пожалела. Да, в чем-то это простоватая книга, но такая глубоко личная, такая искренняя, такая добрая и духоподъемная, что не восхититься ее героями невозможно. Цезарь Милан рассказывает о своем детстве, проведенном на ранче у деда, и о том, как из безвестного малообразованного паренька из Латинской Америки он превратился в звезду телепередач «Нация собак», Цезарь 911, переводчик собачьего, автора таких бестселлеров, как «Путь Цезаря», «Как вырастить идеальную собаку», член семьи, основателя Центра психологии собак, расположенного в Калифорнии. Он считает, что человек может многому научиться у собаки и составляет свою книгу как описание восьми уникальных и пронизительных уроков, взятых у собак, и называет их уважение, свобода, уверенность, подлинность, прощение, мудрость, гибкость, принятие. Он доказывает, что человечество должно вернуться к здравому смыслу, к простоте и благодарности за то, что у него есть. Ведь люди постоянно откладывают на потом самые важные вещи в жизни – семью, здоровье, радость и психологический баланс. Если лучше присмотреться к нашим домашним питомцам, то можно многому научиться, так необходимому для личностного роста и самопознания. Честно признаюсь, некоторые факты из этой книги стали для меня настоящим открытием. Например, знали ли вы, дорогие слушатели, что собаки, работающие в психиатрии, помогают восстанавливать психическое состояние пациентов, создавая комфорт и позволяя физический контакт? А собаки, помогающие аллергикам, обучены обнаруживать опасные аллергены в еде или в окружающем пространстве. Дело в том, что способность распознавать оттенки запахов у собак весьма примечательна. У собак на 100 тысяч рецепторов, чувствительных с запахом больше, чем у человека, они способны обнаруживать раковые клетки или продукты их жизнедеятельности. Собаки способны идентифицировать химические следы распада веществ в человеческом организме в диапазоне до одной триллионной. Собаки, помогающие диабетикам, определяют, если у их владельцев, больных диабетом, первого типа уровень сахара в крови опустился слишком низко, то они предупреждают их об этом. Много интересного сообщает Цезарь Миллан о собаках, ведь собаки – это природный антидепрессант. Первым, кто предположил, что у собак есть чувство юмора и они умеют смеяться, был Чарльз Дарвин. В 1872 году в книге «Отражение эмоций у человека и животных» он писал об этом. Дорогие слушатели, докажите, что вы именно тот человек, каким вас считает ваша собака. До новых встреч! Дай почитать!